Благодарим отца и сына и святого духа. Отцы, братья и сестры, рад приветствовать вас в этот светлый день в нашей темной жизни, находясь в глубокой яме. И наконец-то, на мой взгляд, предоставилась возможность поразмышлять и обсудить, что с нами случилось и как мы оказались в рове преисподней. Прежде всего, хочу поблагодарить от себя души герзновинных организаторов сегодняшней нашей встречи. И, конечно, всех вас, проявляющих ревностную и заслуженную любовь и уважение к отцу нашему, главе нашего тела, царю Николаю Александровичу и всей всечестной семье. Мы и весь наш народ являемся собой смердящий, разлагающийся, обезглавленный труп. Как же было нам хорошо со главой? Мы можем только представить из исторических воспоминаний, что имеем, не ценим, потерявшим, вздыхаем. Насколько Господь благодетельствует царю Николаю Александровичу, и что действительность Божия была с ним, и что воля Божия совершалась через монарха, мы можем увидеть в книжной подборке «Оболганный царь» факты и цифры, кириллица 1917 года, 64 страницы этого текста, а также и в других адекватных исторических источниках, что до революции Россия была сильнейшей и богатейшей страной мира. Прежде всего, пользуясь редким случаем публичным обращением, хочу попросить прощения у всех, кого я когда-либо убидел или оскорбил. Таких людей немало, может быть, даже больше, чем я представляю. Простите меня грешно, помолитесь о разумлении и наставлении меня Господом. Мир да пребудет с вами. Предлагаю всем, кто ищет волю Божию, смысл, размышления и рассуждения. Бог хочет от нас поклонения Ему, но видеть мы Его не можем. А это значит поклонение Его имени, послушание Ему и прославление Его. Нас искупил Иисус Христос от вечной смерти и примирения с Богом нас грешных через плоть Христову. Он, как Исаак, добровольно взвешен на смерть. Христос наследник, а люди помыслили, убием Его и завладеем наследием Его. Царская семья отдает себя на искупление, как агнец, так и они были раздробляемы и всесожигаемы. Сегодня говорилось об этом. То есть ветхозаветная Пасха. Отчего царская семья искупила нас? От греха искупил Христос. Что произошло с царской семьей? Великая тайна. «Обратитесь ко мне, и я исцелю вашу непокорность», — говорит Господь. Царская семья молится, чтобы Господь вернул разум ко спасению народу. Ветхий завет несет в себе прославление Отца Небесного, то есть тела. Новый завет — Сына, души. В откровении она богослова — Духа. Царь Николай искупил потравство Духа Антихриста. Христос дал крещение, печать Духа Святого. Троица дала схождение Святого Духа. Антихрист дал код, пластиковые карты, начертания и прочее. Христос выезжает кротко на Остнике, то есть в Духе, в Храм Отца Небесного. «Я пришел во имя Отца, Моего именение принимаете, а иной придет во имя Свое, и Его примите», — говорит Господь. «Кто есть Антихрист, не приемлющий Отца и Сына?» Блаженный Феодорит, страница 52, близость при дворях. Антихрист — похититель имени Божьего. «Все пути я Господни, милости и истины, взыскающим заветы Его ради имени Твоего» — Псалом 24, 10-11 стих. Толковая псалтырь Ефимия Зигабена на эту строку гласит «Имя здесь означает славу». Вывод. Антихрист — похититель имени Божьего, значит похититель славы Божьей. Пророк Авель, боговидец. «У царя Николая будет разум крестов и чистота голубиная». Пророк Терракута. «Оружие царя против злобы — крутость, против обиды — прощение. И друзья и враги поклонятся пред Тобою. Враги же народа Твои истребятся». Масонская легенда о Адон-Нераме. «Но настанет день, и лучшие сильнейшими явятся, и восстановят они веру в ладыки огня. Дети Твои, объединившись под Твоим именем, разобьют, как сосудскую дельную власть царей земных. Ибо они — предстатели тирании Адон-Наи на земле, то есть Бога». Вот вот такие цари. Не президенты, никто, а цари. Пароль и лозунг веры этих детей дьявола — «Месть Богу, месться нам Божией». В 1605 году подпущение грехов патриархом Ермогеном и иовом народу за грех убийства царя Бориса, царицы Рима, не принесло плодов или недостаточно. Лжецари гуляли по Руси, и страна приходила в великое запустение и разорение. В 1611 году все-таки удалось изгнать из Псковой Москвы, перед этим усевшегося на престоле Лже Дмитрия. Клятва 1613 года дала огромные плоды, сохранила Русь и не дала еретикам захватить и уничтожить православие на Руси, хотя и подпортила его реформы XVII века. «Христос учил всяк грех проститься человеком, но пола на Духа Святаго не проститься ни в этой жизни, ни в будущей». Клятва 1613 года дана Святым Духом. Начинается она так. «Послал Господь» — вот в этих акафистах на первой странице она есть. «Послал Господь Святый Свой Дух в сердца всех праведных христиан». То есть не просто по человеческому размышлению или умышлению, или выбору, а именно по благодати Святого Духа это дано благлятно. «Если кто сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа его из народа своего. Ибо Слово Господне он презрел и западню нарушил». Числа 15 глава, 30-й, 1-й стих. «Хула на сына человеческого проститься, хула на Духа Святого не проститься, говорит Господь. «Если знали и делали, лучше бы им не родиться, говорит Господь». «По откровению о цели как искупители». Сегодня тоже говорилось на эту тему. На самом деле, слава Богу, что разные выступающие, с разной точкой мнения. И я думаю, что нам не враждовать нужно, а просто беседовать. И я благодарю организаторов сегодняшней встречи, что предоставилась возможность говорить именно на эти вещи. Потому что, когда митрополит Ювенали, который отвечал за прославление царской семьи, и там его слово было, и прославил, как страстотерпца, то ему еврейские общины, иудейские, с Америки и других мест прислали телеграмму. И поздравляли его с правильным прославлением царя. Уже только это стоит нам подумать, правильно ли он прославлен. И на всех конференциях только царство страстотерпец, царство страстотерпец. И что-то мы вообще топчемся на одном месте, как-то получается. «Кому было видение, что Государь раздает манну? Митрополиту Макарию, книга «Россия перед первым пришествием». Там можно найти. Как веровать в Государя, как в лицо Господа Иисуса Христа? Первое. «Видение блаженной Ксении Дивейской, книга «Россия перед первым пришествием». «Видение Дивейской старицы». Можно найти, прочитать. Второе. По благословению старца Ионы, одна раба Божья написала о том, что видела видение во время молебна царя Николая, где по реке плывет плод, на котором был Господь Иисус Христос, но лицо у него было Николая царя. Третье. «Видение было описано в газете «Мир» в Ивановской губернии. На несколько минут икона Господа Иисуса Христа изменила лик на государя Николая. Четвертое. Книга «Пасхальная память», страница 241. «У царя Николая своя книга жизни, он одеснует Господа». Не у каждого святая своя книга жизни. Пятое. Старица-схимонахиня Маргарита, ей приснился сон, что царь на Вознесенном престоле несметные сонны святых идут ему поклониться. Шестое. «Просьба в Евангелии» от Матфея, глава 20, 20-23 стих. «На просьбу матери сыновей сесть у одного одесную, другого шурию, получил отказ. Не от Меня зависит, но кому готово на Отце Моим. Так как Господь Иисус Христос воссел одесную Отца Небесного и является Его лицом, то воссевший в одесную Господа Иисуса Христа будет лицом Спасителя». Седьмое. По бескупительному подвигу царской семьи впервые мы узнаем из факта явления во сне протерея Василия Фонченкова и императрицы Александра Федоровны. Матушка Макария об этом же только что здесь говорила, о котором она сказала, что «Россия будет чарой до тех пор, пока русский народ не признает их мученическую, исповедническую картину кончины как искупительную жертву во имя России и русского народа». Это описано в журнале «Спасите наши души», номер 7, за 2009 год. То есть тут откровение от Бога, слово «искупитель», оно не исходит от людей земных, по нашей инициативе, человеческим измышлением, но все идет откровение от Господа. И, как сказал Николай, напомнил слова, что «в пророках моих не лукавить», идут пророчества. Эта тайна соединяется минимум в двух пророчествах. «Первое, в отвечу пророка Авеля, в нем говорится о сударе как искупителе. Второе, подшелье Теракута, да не смущает никого, что он, как и Валаам, а не православный, так как и Валаам был пророком Всевышнего, хотя имя из израильского народа, в котором откровенно указано на их искупительный подвиг. «Вижу огненные языки над главою Твоей и семьей Твоей» — это посвящение. «Вижу бесчисленные священные огни в алтарях перед вами» — это исполнение. «Да принесется чистая жертва и совершится искупление». Восьмое, также в личном дневнике императрицы Александры Федоровны есть строки. «Если нужна искупительная жертва за Россию, мы будем ею». Что нужно для русского народа? Первое, признать себя виновными без всякого самоуправдания, виновными перед царем. Второе, если внимательно слушали впереди, «Второе, признать себя слепыми, нищими духом ума, нуждающихся в разуме ко спасению». Третье, «Хромыми, хотим служить и Господу и этой системе». Четвертое, духовно прокаженными, неющим мертвым народом пророчества преподобного Анатолия Оптинского. «Россия без царя — труп смердящий». «Истеракуты, настанет народ мертв, а ты жив». Призывают благоразумие и смирение. «Оставить гордость, тщеславие и отложиться с покаянием под всех незаконных должностных наград, даваемых только царем и прицаре». То есть, протодиаке, протеереи, игумные, архимандриты, архиепископы, митрополиты, патриархи. Но скромно именоваться, как и полагается, в испорбе духовной смерти находящимся дьяки, иереи, и романахи, и епископы. Царя нету, мы царю и не царствуем и думаем, что это хорошо. Совести нет совсем. Белогория Занская сказала, «Мы не славим Царя Небесного, если мы не славим Царя Зимнага. Мы соединяемся с Богом посредством подобия. Как нам надо молиться Богу, будучи отлученными через клятву. Господи, Иисусе Христе, через Царя Николая помилуй нас». Случай с Иовом новострадальным, ну, очень важный. Случай с Иовом новострадальным подтверждает этот факт, где принесли Господу дарят друзья Иова. А Господь им сказал, «Не приму ваших даров, разве что Иов помолится за нас». Точно так мы сейчас в этой ситуации находимся. Господу молимся, и что только не происходит. но у нас не улучшается обстановка, а все ухудшается и ухудшается. Потому что нет правильного покаяния. И его не будет, если будем и так себя вести и не искать. Я прошу прощения, по-моему, я завелся немножко. Прошу прощения. Я на самом деле не хочу ни ссориться, ни скандалить ни с кем. Я вообще рад вообще всех вас видеть. Апостолы применили эту практику с книжниками, молясь с ними Отцу Небесному через Сына Иисуса Христа. И книжники приняли Иисуса Христа. То есть Иисуса Христа не принимали. Но апостол Павел говорит, «Вы чтите Отца, и я чту». «Давай не помолимся, давай». «Отец наш Небесный, через Сына Своего Иисуса Христа, помилуй нас». Ну я как бы так очень сокращаюсь. А я не приняли и все это пошло. Мы сейчас в таком же положении. Нам надо молиться Богу через и молитвы, и службы, через царя Николая Последника перед Богом. Вот и нам нужно такое пересмотреть, службы, молитвы, обращения к Богу. То есть это правильно. Поднимаем этот вопрос для размышления, рассуждения для дальнейшего разбора. Как нам молиться? В акафистах царю Николаю припевы «Заменить на прости нас или помилуй нас». «Радуйся», звучит кощунственно, по-иудски. В Гефсиманском саду Иуда предал Христа словами «Радуйся, раби, предади Его». Мы точно так же в сие время радуйся царю Николаю и предаем Его пользу и с услугами царь-борческой власти, принимая все унизительные боотступничества и условия антихриста. Радуйся, все-таки прости нас, будет все-таки честно. Вопрос остается открытым, какое место занимает царь Николай небесной иерархией и как правильно совершать проскомидию, чтобы не умолять его достоинства и не сорешить. По нашему упорству и неготовности принять великую тайну Божию, Бог нам это еще не открыл. Чтобы не рассеять свое внимание на второстепенной молитве святым угодникам Божьим и не отвлекаться от главной темы, предлагается сосредоточить свою память только на святом искупителе нашем царе Николае. Вот собор на проклятии, то есть клятва была дана, клятва нарушена, клятва висит, клятва 1613 года мы все отлучены, мы все находимся в яме преисподней и клятва царю также также просьба соблюдать просьбу тишину давайте мы не будем так провести я порадовался что наконец можно побеседовать и высказать эту точку зрения потому что на всех остальных конференциях я уже как-то ходил перестал ходить они просто интересные мутные я не предлагаю сейчас утверждать какие-то догматы я поднимаю просто вопрос для размышления ведь давайте подумаем почему мы в яме находимся что-то как что только не предпринималось за это время ничего не получается ну задумайтесь пожалуйста что вы собираетесь завтра предпринимать думаете завтра получится без покаяния ничего не получится Бог не даст потому что Бог ищет тех кто его исполнит с его желанием был царь Давид при царе Господь говорит пророку пойди помажем на цару он говорит да как же я помажу уже царь есть недавно только выбрали он говорит помажь его потому что он исполнит все желания мои и как царь Давид правил перешел через реку там филистимляне собрались огромным полчищем они разведку туда не посылали не узнавал ничего просто обратился к Богу Господи повелишь ли мне пойти разбить их Господь говорит повелевай иди пошел и разбил их следующее там еще больше пришло он обратился к Богу Господи повелишь ли этих разбить повелевай пошел и разбил почитайте подумайте задумайтесь как по воле Божьей нам совершать все строительство очень много слов хороших я здесь слышал я священное лицо призываю к покаянию без покаяния ничего Бог не даст грубо